И да, интеграция и роль тюркоязычных стран в глобальных геополитических процессах, темой, которым уделили особое внимание главы государств саммита организации в Самарканде, масштабировать работу в этом направлении призвал своих коллег президент Казахстана Касым Жомар Токаев о том, для чего объединяется тюркский мир. Поговорим сейчас с гостем в студии, политологом, экспертом Института мировой экономики и политики Ерсултаном Женсиитовым. Ерсултан, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию сегодня. В Самарканде проходил саммит организации тюркских государств. Мы видим, что лидеры стран нацелены на еще более тесное сотрудничество и укрепление взаимосвязи. О чем это говорит и, как на ваш взгляд, какие перспективы организации на мировой политической арене? Добрый вечер. На самом деле это очень такое знаковое событие. Как мы знаем, ОТГ в формате организации существует с 2021 года. До этого был Тюркский совет. И данный саммит является первым уже в формате организации. Саммит проходит в Самарканде. Это с точки зрения общей тюркской истории очень такой важный город, очень глубокая история. Поэтому это очень символично. В целом, нужно сказать, что у ОТГ, конечно же, очень широкие перспективы. Но большая их часть находится в будущем. То есть для этого нужно предлагать очень много усилий. Но, к счастью, они есть. О каких усилиях мы сейчас говорим? Практические усилия. Уже, например, есть общее понимание нужности этой организации всеми государствами-членами. Теперь нужно прикладывать такие усилия, как наращивание мощностей транспортных коридоров. Например, с точки зрения Казахстана для нас самое главное, что нас интересует, это транскаспийский маршрут. Наш президент об этом говорит каждый раз на любой встрече. Будь это ШОС, будь это встреча в рамках Центральной Азии, либо встреча с Россией. Всегда сейчас транскаспийский маршрут для нас номер один приоритет. И здесь, если посмотреть так стратегически на карту, сразу становится понятно, что вот этот важный маршрут проходит исключительно по территории государств из ОТГ. Сейчас вот основная ветка, которая идет через Казахстан, через Каспийское море, она идет через Казахстан, дальше через порт Куракли-Бахтау в Баку, Азербайджан, дальше в Турцию. То есть это все государства. Очень важен логистический потенциал и его развитие. И здесь важно, так сказать, расширять узкие места, как президент сказал, пропускные пункты увеличивать, мощность пропускную. Здесь еще такой момент. Параллельно строится еще одна ветка транскаспийского маршрута. Это железная дорога, Кыргызстан, Узбекистан, Китай. Даже если так посмотрим, что с южной стороны Казахстана пройдет еще одна ветка, она в любом случае проходит через государство ОТГ. Поэтому существует огромная такая возможность для политической координации между государствами и членами. То есть в конечном итоге это усилит переговорные позиции каждого государства-члена ОТГ с такими партнерами, как Китай, например, либо Европейский союз, который находится на двух концах этого транскаспийского маршрута, или та же Россия. Короче говоря, вместе государство ОТГ сильнее. И главы государства это осознают, и в этом направлении идет очень динамичный прогресс. Учитывая, сколько ОТГ существует как государство, уже сильное продвижение, можно сказать. То есть здесь мы видим преимущество именно в экономическом блоке. Были и политические заявления, в том числе Касым Жамар Токаев сказал, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств. И необходимым считать неуклонное соблюдение устава ООН. Скажите, вы видите прямую связь между геополитической обстановкой и усилением вот именно этого союза, тюркских государств? Касательно заявления нашего президента, нужно сказать, что оно соответствует предыдущим заявлениям президента. Это говорит о преемственности внешней политики Казахстана и курса самого президента. То есть Казахстан не ведет такую, можно сказать, двойную игру, предоставляя определенные, так сказать, исключения из международных правил разным государствам. Законные правила ООН одинаковые для всех государств. Это именно подчеркнул президент. Это, кстати, подчеркивалось многократно и во время визита президента в США, и на других площадках, в том числе во взаимоотношениях с Китаем, либо в Центральной Азии. Поэтому это такая ясная четкая позиция Казахстана, которая не меняется. Вне зависимости от того, кому она применяется. А роль, получается, как меняется от этого роль вот этой организации, роль Казахстана в целом, в том же, например, Центрально-Азиатском регионе? Роль Казахстана в рамках ОТГ, она, конечно, усиливается. Это очевидно, потому что мы крупнейшая страна в Центральной Азии. Мы по территории самая крупно-тюркская страна. Мы, можно сказать, сидим на ключевых транспортных маршрутах, и большая часть грузоперевозок из Китая в Европу так или иначе идет через территорию Казахстана. До известных событий геополитических транспортные коридоры в основном в Европу шли через северный маршрут, через территорию России и Беларуси, но в любом случае они проходили через Казахстан. Теперь маршруты меняются. В приоритете транскаспийский маршрут, все равно это все идет через Казахстан. Также еще нужно сказать, что в Центральной Азии, даже с учетом Таджикистана, все остальные четыре государства, это всего 60% от ВВП Казахстана. Поэтому мы еще и крупнейшая экономика. Поэтому мы продолжим, наверное, влиять на те или иные процессы в рамках этой организации. Абсолютно, но здесь нужен такой подход, что нужно избегать гегемонии какой-либо стороны. И партнерство в рамках ОТГ должно основываться на равноправных началах. Только тогда мы сможем достичь каких-либо результатов. Я думаю, да, это очень важный месседж. Спасибо, Ер Султан, за то, что ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию.